Численность населения Астаны растет. Если, например, в 2010 году было 697 тысяч и 391 тысячи активное население, то в 2011 году она увеличилась, стало 737 тысяч и активное население 398 тысяч. Естественно, там уровень безработицы, конечно, по сравнению с 2010 годом. Если в 2010 году был уровень безработицы 6,2%, то, значит, в 2010 году она уменьшилась до 5,8%. Мы, конечно, принимаем активные меры по трудоустройству безработного населения. Если в годы кризиса в 2010 году к нам обратилось 24 тысячи населения, в службы занятости обращалось, чтобы трудоустроиться и другими мерами оказания помощи, то, значит, уже в прошлом году к нам обратилось 14 тысяч 855 человек. Это уже говорит, что те люди, которые к нам обращались, они все-таки получают работу, будут охвачены они мерами социальной защиты. По программе занятости, конечно, в прошлом году у нас создалось центр занятости. И также мы открыли второй центр занятости, который работает с молодежью. Так как, знаете, что в Астане очень много молодых людей, которые прибывают и в высших учебных заведениях, у нас где-то колледжи и институты заканчивают более 20 тысяч наших молодых людей. Поэтому всех надо будет охватить мерами социальной защиты. Для них у нас предусмотрена молодежная практика. Затем, если они хорошо показывают себя на рабочих местах, то работодатели, естественно, его после окончания берут на работу. В прошлом году мы проводили три ярмарки вакансий. Первую ярмарку мы провели в апреле месяце. Она была предназначена для трудоустройства всех молодых и безработных граждан. Две ярмарки мы посещали только для молодежи. Это после окончания учебных заведений, чтобы студенты могли выбрать себе должную профессию. Мы пригласили все учебные заведения, высшие, частные, колледжи, и они могли себе выбрать профессию. Затем мы провели еще одну ярмарку в августе месяце, когда уже студенты получили с дипломами. Кто-то окончил колледж, кто-то высшее учебное заведение. Уже мы их дальше трудоустраивали. Приглашали работодателей. Более 70 работодателей пришли на эту ярмарку. Естественно, они уже начали себе находить работу. Кто-то не мог устроиться на работу, мы им предложили где-то 1570 человек на молодежную практику. Это вот, чтобы они получили первоначальный опыт работы. В этом году у нас идет первое направление, второе и третье направление. По второму направлению нам выделено 46 миллионов. Это выдача микрокредитов. Продолжение следует...